Всем привет! Вы на канале Жизнь с нуля. С вами автор и ведущий канала Вячеслав. Сегодня я хочу посвятить обзорный ролик такой интересной теме, на которой сегодня есть отклики в канале Царьград. Тема достаточно интересная. Я думаю, что она частично связана с тем, что такие банки как ВТБ поглощают пищевые ритейлы. Об этом мы уже слышали, что контрольный пакет акций скупил ВТБ и контрольный пакет акций магнитов скупил ВТБ. И владелец этих акций так спокойненько их продал. Я думаю, что не просто так он их спокойненько продал за полцены. Сегодня я хочу коснуться другой темы, тоже не менее важной. Она частично связана с предыдущей. Тема касается того, что проталкивается законопроект о том, чтобы продавать нерецептурные лекарства в торговых сетях. Сами понимаете, что если сегодня крупные торговые сети окажутся подотчетны крупному банку с большим государственным капиталовложением, соответственно, соответственно, эти структуры захотят оттянуть большой кусочек пирога от аптечного бизнеса. Что такое аптечный бизнес? Аптечный бизнес это почти то же самое, что и торговля наркотиками и оружием. И, конечно же, все аптечные сети сегодня начинают уже кричать и орать. Почему? Потому что, ну как же они будут теперь продавать паленые лекарства? Да никак. Точки, которые имеют, аптечные компании, которые имеют по 700, по 800, по 1000 точек в городах крупных, и которые в основном расположены в пределах доступности продуктовых магазинов, а в частности они находятся в непосредственной близости от крупных гипермаркетов. Сегодня, наверное, аптек, наверное, чуть меньше, чем остановок, наверное, автобусных. Вот. Я думаю, сами понимаете, что торговые сети на этом законе хапнут достаточно большое количество денежных средств. В общем-то, это не такая уж и серьезная проблема. Почему? Потому что потребитель-то не заметит разницы. Просто дело в том, что целый бизнес в России закроется. Может, и к счастью, что этих аптек не будет. Но, что опасно в этой ситуации, это то, что банки, естественно, захотят напрямую иметь большую прибыль. И, возможно, вся эта ситуация, вся эта инициатива, в общем-то, получит большое финансовое вознаграждение. Еще интересный момент, то, что дочерняя структура ВТБ Почтобанк начинает выпускать карты, которые привязывают непосредственно к крупным пищевым ритейлам. Например, я сегодня увидел карту, которая непосредственно будет работать, карта Visa, которая будет работать на обеспечение товарами в магазине Пятерочка. И я думаю, что при поглощении магнита появится и магнитовская карточка, а, соответственно, если будут какие-то адресные дотации или адресные какие-то субсидии, я думаю, что именно на эти карточки они будут приходить и именно в эти же магазины они будут и сливаться. Сами понимаете, что идет глобальная централизация всех капиталов, которые у нас в стране. К добру ли это или козлу, пока очень сложно сказать. Я думаю, стоит следить за тем, как в организациях, которые будут подотчетны, теперь новые структуры, вошедшие, скажем так, в орбиту ВТБ, кто их возглавит. То есть, если это будут опять-таки дети, талантливые дети наших любимых и ежегодно переизбираемых чиновников, соответственно, сами понимаете, что ничего хорошего от этого не стоит ждать. Почему? Потому что, в общем-то, эта ситуация связана с тем, что за границей прикрываются всевозможные каналы по заработку денег. Банкам кредиты не дают для того, чтобы они тут втридорогие эти кредиты перепродавали людям. Соответственно, детишки возвращаются, соответственно, родственники возвращаются. Естественно, всем нужны рабочие места. И я думаю, что в свете вот этих всех проблем, я думаю, что вот эти все заморочки, все эти движения, в общем-то, и начинаются в России. И причем, обратите внимание, начинаются достаточно активно. Какая-то часть нашего населения говорит, что, в общем-то, никаких проблем особенно нет. Посмотрите, ГВТБ Государственный банк с государственным участием, и вы знаете, что на самом деле все будет хорошо, и на самом деле государство прибирает к рукам. Вы знаете, почему-то карта, которая выпущена почта банком, она почему-то не привязана к системе мир. Почему-то она не является российской картой. А почему-то она привязана к этой самой поганой визе и мастер-карт. И я думаю, что дальше так и будет, потому что свои системы мы так до сих пор и не создали. Что касается нас, частных, скажем так, лиц, то есть обычных людей, рядовых, нам остается только полагаться на самих себя. Почему? Потому что все эти вещи сигнализируют нам о том, что государство заботится пока что о себе. Дай бог, что позаботившись о себе, оно стало заботиться и о нас, что, в общем-то, маловероятно. Хотя, может быть, я очередной раз ошибаюсь. Желаю всем, моим подписчикам и друзьям, добра. Ставим лайк или дизлайк, если вам не нравится видео. Подписываемся на мой канал и следим за следующими выпусками. Активно участвуем в комментариях, потому что ваши комментарии очень интересны. Я читаю каждый из них и стараюсь отвечать на многие из них, которые, в общем-то, мне интересны. Спасибо большое за внимание к моему каналу. Всем добра, пока! Субтитры сделал DimaTorzok